Добрый вечер! С вами Вечерний Шуберт. Сегодня мы попробуем на боносоднике GH5 поменять прошивку на самую последнюю версию 2.0. И что это нам даст? Какие дополнительные возможности? Например, в старой прошивке у меня не очень устраивала работа с аноморфотной оптикой. Здесь обещали ее доделать. Посмотрим. На сайте заявлено целая куча улучшений. От улучшения работы видоискателя до устранения проблем с фокусом, ускорения автофокуса. И вплоть до введения All-Intro 4.2.2.10 бит с высокой скоростью. И даже режим HDR. То есть как будет HDR работать, я даже не знаю на этой камере. Вот улучшение аноморфотных характеристик. Кодек HEVC ввели. И разжимающий, дезаноморфирующий визир. Вот что мне и нужно. Ну что, у нас уже совсем вечерочек за окном. У нас все скачалось. Теперь скидываем это все на карточку. Эту прошивку. На карточку. Карточку я буду использовать крудую. SanDisk Extreme Pro. SDXC2 класс 3. Со скоростью 280 Мбит в секунду. Вот она как бы специально рассчитана на поток 400. Посмотрим, сработает ли она. Теперь нам нужно сбросить этот распакованный файл, который называется GH5V2.1 в расширении BIN, в корень карты. Теперь вытаскиваем карточку. Берем нашу подсветием сюда GH5V2.1 в расширении BIN. Ставим GH5V2.1 в расширении BIN. Запускаем камеру. Батарея полностью заряжена. Нажимаем play. Появляется такая табличка. Версия 2.1. Старт. Да, обновляем. Посмотрим, неужели какое-то волшебство произойдет, и эта камера станет еще более крутой, чем она есть. Хотя, в принципе, и так. Panasonic достаточно много сделал в этой камере. В прошлой камере, которая была Panasonic GH2, это была вообще бомба. То есть, по сравнению даже с Canon полноматричными, она давала очень хорошее видео, и была очень удобна в работе. Сейчас GH5, последнее поколение, вот, прошла уже и Крым, и Рым. Она должна и сейчас заработать. Очень хорошо. Так, у нас сейчас появилась, проверяем, какая версия. Как это понять, какая версия? Вот, версия он, дисплей. 2.1 стоит, видите? Здорово. И смотрим, какие же появились возможности на этой камере. Появились ли дополнительные опции у нас. 6К. Так. Так и есть в режиме фото. Режим видео. Смотрим. Полностью переключаемся в видеорежим. И здесь мы сейчас посмотрим. Аноморфик. 4 к 3. Вот, видишь, вот, ничего себе. 6К появилось. 6К, аноморфот. 5000, вот это действительно характеристики. Но, это и 10-битный даже, смотрите-ка, 24P. То есть, действительно, для аноморфотной съемки это офигенно. Нажимаем. Вот. И разжимание дисплея появилось, аноморфотное. Видите, мы видим сразу прямую картинку. Несжатую изображение. Вот это действительно кайф. Откровенно, просто огонь. Как сказала бы сейчас современная молодежь. Достаем аноморфотный объектив и ставим его на нашу камеру. И посмотрим, как работает наш объектив. Да. Изображение разжато. И пикинг работает. То есть, все вполне. То есть, аноморфотный объектив режим действует прекрасно. Это действительно просто космос, просто огонь, как сказала бы сейчас молодежь. То есть, камера действительно повысила свои характеристики. Это очень здорово, что Panasonic сейчас делает сам эти улучшения в предыдущих моделях, вроде как таких, как GH2. это делали хакеры. То есть, как команда Косилева, которая делала проект по прошивке альтернативной и таким образом повышали, в первую очередь, битрейт, еще некоторые возможности работать со звуком. это все улучшалось таким образом. А здесь, то есть, сам Panasonic, уже выпуская вторую прошивку, вполне, то есть, улучшает характеристики этой камеры, то есть, дорабатывает ее. То есть, мы получаем дополнительные возможности очень интересные. И сейчас мы перейдем к тестам. Я думаю, что тесты все их ждут с нетерпением. Что же даст тест новой прошивки? Итак, аноморфотный режим 6К. Чувствительность 1000. Полутемное режимное время. Геофрагма полная, 2.8. Объектив лома. Бас 35-мм. Расфокусируем вечерний Новосибирск в вечернем шумерте. Они улучшили стабилизатор для аноморфотной оптики. Вот я сейчас с рук работаю. Пример, пробуем 4К, но скорость 400 мегабит в секунду. Потрясем камерой. По-моему, здорово карта справляется с этим потоком. КОНЕЦ 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 Ну что можно сказать, нас очень сильно порадовала эта прошивка, и Panasonic нас продолжает удивлять. Теперь ждем новую прошивку для Урс имени 4 и 6К. Может быть и тут будут дополнительные возможности. Техника растет, остается только заниматься творчеством, и фейфават. Пока!